Можешь начинать? Это один из тестов с использованием прибора психофизиолог. Казалось бы, чего проще? За полминуты сделать максимальное количество ударов. Или отметить бегущую стрелку. Но данные, которые фиксирует прибор, позволяют определить психическое и физическое состояние спортсмена. Или вот другой аппарат, похожий на компьютер, пациенту надевают датчики и надо дорисовать картинку. После теста врач определит степень креативности, то есть способность принимать нестандартные решения. А вот аппарат Реакор. Спортсмен также подключен к различным датчикам, которые фиксируют, например, частоту пульса и температуру тела. С помощью картинок и музыки сначала тестируют текущее состояние, а потом спортсмену надо силой мысли замедлить пульс и повысить температуру тела. Это одно из упражнений, помогающих подготовиться к соревнованиям, научиться быть собранным, спокойным, уверенным в себе. Ты вот здесь нарабатываешь, а на соревнованиях ты чувствуешь себя спокойнее, увереннее. Ничто тебе не мешает, не сможет тебя сбить с твоего настроя. С помощью этих приборов врачи корректируют и такие серьезные психологические состояния, как депрессии или фобии. Если, например, спортсмен относительно здоров и по результатам того же углубленного медицинского осмотра не выявлено никаких патологий, мы просто можем предложить ему позаниматься на приборах, чтобы развить такие важные для победы компоненты личности, как уверенность в себе, сосредоточенность, концентрация, четкое осознание, понимание цели, ну и прочие другие характеристики, которые эмоционально значимы для каждого спортсмена. И еще одна важная помощь от такой терапии – спортсмены, завершающие карьеру, часто не готовы к кардинальной смене деятельности. Психологи и современные технологии помогают справиться и с этим сложным этапом в жизни. Андрей Стародым, Павел Пателицын, Новости. Продолжение следует...